это программа си юн сегодня в гостях у нас преподаватель по классу фортепиано детская школа искусств поселка искателей мария рыголовская и ее ученица полина гейнбог здравствуйте здравствуйте полина скажи пожалуйста несмотря на твой юный возраст у тебя за плечами очень много выступлений и на очень серьезных конкурс к конкурсах да скажи ты волнуешься когда как когда выхожу то да сажусь не страшно когда играть скажи ну ты бессомненно талантливая ученица да и мне мария андреевна сейчас его от головой на согласие вот скажи пожалуйста трудно было из какого возраста ты пришла вот мария андреевне я пришла садика мне было 7 лет школе я уже пятый класс и мне не трудно как бы учиться главное все знать ну вот сейчас вопрос я адресу мария андреевна скажите в каких конкурсах участвовал ваша ученица и назовите вот наиболее такие серьезные сложные но сейчас конкурсов конечно очень множество большой большой выбор вот последний на мы ездили я считаю что это уровень высокий все таки это был конкурс стран джазовых исполнителей открытый областной в городе архангельске где съезжались со всей области котласного двинцы северодвинск няндома и так далее конкуренция была большая все таки нам удалось одержать победу не самый высокий бал конечно но все же вошла в тройку да вошла да участников было очень много просто участников но победу одержали не все поэтому вот хочу сказать нашим телезрителям что полина одержала победу да она заняла третье место диплом третьей степени я считаю тут это тоже показатель высокого уровня а вот полина скажи а какие твои дальнейшие планы хочешь ли ты свое будущее связать вот с музыкой ну да ну чтобы если учиться то хочется но профессию у меня я хочу сама стать врачом а занимаешься так для души да я думаю что она все равно любом случае эти навыки тебе пригодятся в жизни мария андреевна вот у нас у полины есть вот это вот чувство такта да музыкальный слух а вот что делать если ребенок например хочет поступить музыкальную школу а я знаю таких много случаев но как говорится ему медведь наступил на ухо если возможность такого ребенка обучаться или вы проходишь когда прослушивание видите что нет и отказываете ну во первых сейчас музыкальные школы такая появилась тенденция что в принципе мы берем всех мы берем всех потому что раньше если были конкурсы да именно музыкальную школу то сейчас к сожалению конкурсов нет мы стараемся брать всех конечно в течение года многие отсеиваются но школа предлагает две программы это предпрофессиональная программа где дети более одаренные более способные где хороший контроль родители где дома ведутся домашние домашняя работа регулярная те дети конечно учатся по программе предпрофессиональной а дети которые менее способные скажем да они обучаются по общеобразовательной программе а полина у нас играет одна или в ансамбле тоже она участвует ой полина очень многогранный ребенок она и одна только выступает она и играет и в ансамблях она играет и со мной в ансамбле она играет и пробует себя как концертмейстер играет с преподавателем по классу домры а скажите вот ребенок при поступлении какие он экзамены должен сдать на сейчас смотрят да и может быть кто-то хочет своего ребенка дать и уже вот сейчас у него появится возможность готовиться целенаправленно но каких-то трудностей я так скажу трудных вступительных испытаний конечно же мы не предусматриваем самые главные пункты это мы проверяем ритм то есть преподаватели хлопает определенный ритмический рисунок ребенок должен повторить также он должен приготовить какую-то песню без аккомпанемента просто пропеть да свою любимую также проверяется музыкальный слух вот ничего такого сложного состоит он из пяти шести пунктов не более то есть и занимает не такое большое количество времени бывает вот такой ребенок поступил да а вот и мучиться преподаватели нет у него ни слуха как говорится не чувство такта да а потом на каком-то этапе вот он раскрывается бывали вот такие случаи бывали случаи причем они часто встречаются в последнее время да в этом году у нас к сожалению такой набор был как раз таки мы брали первый класс фортепианного отделения дети показали себя безупречно получили все пятерки по вступительным испытаниям во всем пунктам которые мы им задавали и ну так как не имеют инструмента дома показатель этот ну зашел на нет просто да вот и все и это наша такая ошибка была вот конечно же мы сразу же ставим условия перед родителями у нас сейчас это очень твердо и жестко да что инструмент если вы собираетесь поступать на фортепианное конкретное отделение инструмент должен быть первого сентября это даже не обговаривают но к сожалению пока еще не все родители имеют возможность может быть быть инструмент или где-то дома его приспособить потому что это не скрипка и не аккордеона все-таки это большой инструмент вот и некоторые родители просто побаиваются что вот много места займет а может быть ребенок не будет заниматься вот как-то некоторые родители все-таки не серьезно заняться все-таки это тоже ведь школа такая же школа да где есть свои требования их надо дополнительное образование конечно это же не кружок у нас есть дневники у нас есть аттестат об окончании школ у нас есть экзамены переводные и вступительные есть государственные экзамены в конце обучения серьезно да я вот тоже хочу еще сказать нашей вот администрации спасибо потому что это наверное единственные образовательные учреждения бесплатные вот я спрашивала по россии везде все платно я помню даже в 90-е годы у меня была безумно талантливая подруга которая очень хотела вот связать именно свою жизнь с фортепиано но из-за того чтобы денег не было пришлось бросить и как было жалко мы потеряли может быть хорошего педагога таки у нас есть возможность возможность развивать наш ей я считаю что это очень хорошая политика верно это но а можно еще да да конечно говорите раньше было престижнее я считаю музыкальное образование наоборот в том плане что она была платная и у родителей родители когда отдавали четверть свои зарплаты за обучение ребенка в музыкальной школе тогда у них был стимул у них был азарт чтобы обучаться и они всеми усилиями стремились тому чтобы ребенок не прогуливал занимался дома потому что они отдавали большие деньги за обучение к сожалению сейчас родители дети обучаются бесплатно в школах и может быть где-то конечно родители не так серьезно относятся вот это встречается к сожалению это случается спасибо вам большое мария полина за интересное интервью это была программа сен сегодня в гостях у нас преподаватель по классу фортепиано мария рыголовская ее ученица полина гейнбух ежегодный фестиваль современного искусства кадушка завершился в наринмаре фестиваль направлен на развитие в ненецком округе востребованных современных направлений молодежной культуры расширение контактов и связи молодежи через творчество мастер-класс по одному из самых модных и интересных направлений битбоксу провел лауреат международных конкурсов и фестивалей чехии германии польши украины и россии надим бакшиев не часто используется тема организаторы фестиваля постарались и для любителей брейк-данса они подготовили две площадки и не прогадали это направление казалось самым массовым и собрало более 80 участников на одной из площадок собрались любители нижнего экстрима здесь надо понимать что если ты занялся брейк-дансом здесь нужно как в любом деле на усердие ты должен быть усердным если не готов приложить усилия тогда какого-то такого результата тяжело ждать при всем таланте как у какого бы ты ни был там на талант физически или там танцевально все это конечно важно они мне кажется пока они не совсем осознают но я постараюсь им это внушить виктор чесноков танцор одной из самых популярных в россии танцевальной группы урбанс делает со своими коллегами очень сложные программы насыщенные трюками приводящий в восторг публику еще одно направление фестивале верхний брейк-данс тоже собрал немало поклонников ведь это фантастические перемещения тела в пространстве и фиксы которые на первый взгляд противоречат всем законам физики и гравитации молодежь с основными техниками современного диджейнга познакомил известный на риммаре диджей борис дилайт от заката и до рассвета на риммарцы наблюдали мистические картины и загадочные явления центральной библиотеки имени печков третий раз прошла ежегодная акция библия ночь во время которой по традиции посетители не только читали книги но и увидели как оживает литературные сюжеты это событие для региона стало главным в год литературы прошлом году в на риммаре участником всероссийские акции стало более 1 тысячи человек разных возрастов мы конечно рассчитывали на разные возрастные группы чтобы всем ребятам взрослым в том числе и старшему поколению было у нас интересно все связано например это год литературы 2015 конечно мы приветствуем юбиляров этого года но и не забываем кто не юбиляры один из юбиляров этого года антон чехов в этом году мир отмечает 155 лет со дня его рождения каждый участник мог сделать селфи на фоне бумажной скульптуры великого писателя в наринмаре стартовала вахта памяти масштабная акция приуроченная празднику великой победы юбилейные мероприятия которые до 9 мая охватит всю страну в столице региона стартовали 25 апреля у вечного огня теперь выставлен почетный караул вахту памяти несут школьники сотрудники полиции спасатели пожарные военнослужащие и юные патриоты